Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Sims 4. У нас главный персонаж пошел спать, хотя я ему на работу через полтора часа. Что у него с характеристиками? Да, в принципе, ничего. Ну да, пусть попробует выспаться. Просто сегодня еще день признаний с 6 утра до 2. Надо много чего успеть. Summer и Кошмар подружились наконец-то, да? Summer, по-моему, пора уже уходить с работы. Давайте, наверное, это мы с вами и сделаем, потому что она тут уже на сносях фактически. И как это сделать? Нам в прошлой серии написали, что пора бы ее уже, наверное, не пускать на работу. И я думаю, это правильное решение. Пусть, наверное, сидит дома и играет с кошмаром этим нашим. Как это сделать? Карьера. Мне, правда, повышение совсем скоро могло бы быть сегодня. Не знаю, что с ней делать. Она, правда, просится на работу. Приготовление еды, смешивание напитков. Что с характеристиками? Бодрость очень слабая. Она сегодня может быть и не выдержать. Поэтому нет, рисковать, я думаю, не будем. Нафиг эту карьеру. Пусть идет спать. Пусть высыпается, как, собственно, и я это делаю. Собака уже давным-давно стоит в ванной. А нам все не до нее. Так. Она ложится спать. И у нас, в принципе, можно сегодня делать выходной для всех. Стоять, стоять, стоять. Сейчас же работа начнется. А ну, минуту. Минуту, минуту. Остановитесь. Как мне тебя отправить в отпуск? Я что-то не вижу здесь этих кнопок. И здесь нет этих кнопок. История. Посмотреть новую. Отправить сообщение. Запланировать общественно пригласить на свой участок. Это не то. Переместить семью. Отправиться. Взять отпуск. Кулинар. Выходной по семейным обстоятельствам. Найти работу. Вот это, наверное, отпуск, да? Кулинар. Вообще не написано, что это декретный отпуск. Купить ветеринарную клинику. Купить магазин. Купить подарки. Заказать услуги. Выложить фотографию питомца в Instagram. Сделать селфи. Давайте, наверное, ее отправим. Отправим ее, наверное, в отпуск. Взять отпуск. Кулинар. Давай. Просыпайся. Не будем рисковать. Ну-ну. Александр, я ухожу в отпуск. И тебя туда же. Больше вы меня не увидите. По-моему, она уже в отпуске. Все? Да, по-моему, все. В отпуске на три дня. Это немного. Так, а что ж мне делать? Что мне делать? Давайте, наверное, все-таки пойдем, качнем карьеру до повышения. Нам нужны деньги. И желательно много. Потому что очень много планов еще по ремонту. Двор не паханый еще. Не засеяно ничего. Поэтому, наверное, я все-таки пойду на работу, а к вечеру успею. Как я там, выспался? Нет? Выспался или нет? Сам, Арт, все равно стоишь без дела. Там собака уже вторую серию что-то требует. Расчесать. Расчеши ее пока. Че стоять? Я пока себя разбужу сейчас. Потихоньку. А ну давай, просыпайся. Просыпайся. Главное, не резко. А то настроение плохое будет. Я уже поесть не успею. Отлично. Ты главное проснись до того, как выйти на работу. Поешь на работе тогда. Ну, хотя бы повысили наш уровень бодрости уже. Хорошо? Давай, вставай. Так, я сейчас уйду. Надо задание Summer. Что она будет делать-то целый день? Summer. Сделай еще что-то с собакой. Помимо расчесывания, что там еще у нас не воняет хоть. Выложить фотографии, гладить, купать в ванной. О, ванна как раз недалеко. Отправить охотиться. Давайте туда засунем. Правда, этого не увидим, ужаса. Ну, ничего. А нам соседи рассказывают, что тут было. Развалили пол дома. А я где? А я вот. На работу мы не идем, да? Счастливый. О, сразу же с кровати прямо погрузили и отправили на работу. А что делать? Только надо будет еще успеть вечер. Надо сегодня короткий день сделать. Не вечером успеть... Что там? Купить цветы надо было. Потом романтическое свидание и романтическое настроение. Но если вы, типа, раньше сработает, то мы с вами это можем легко успеть. А вообще повышение не помешает. Нам прибавка очень нужна. Столько планов. Столько планов. Ой, еще и скоро же роды произойдут. Это ж... Это ж еще расходы какие большие. А потом плюс еще... Надо будет же закупать какие-то вещи, опять же, детские. Ох, это еще больше расходов. Поэтому мне повышение очень сильно надо. Сам оружие, ладно. Даже если ее повысят, там, добавят плюс 15... Симских денег, или как они там называются, симолеоны. Они роли особо большой не сыграют. Так, ну давай. У тебя сегодня цель номер один. Никуда не вмешиваться. Хорошо поесть. Снять отпечатки пальцев. Проанализировать улику. Искать базу данных полиции. Ты куда пошел? Просматривать веб-страницы. Замечательно. Отпечатки пальцев кто будет снимать? Заключенных стало мало. Ну, давай, давай сначала по-простому. Давай проанализируем улику. Нет, давайте сначала, пока компьютер свободный, базу данных полиции. Искать базы данных полиции, давай. Сначала мы линию заполним на сегодня. Заявление свидетеля преступления. Побежали. Быстро, 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 быстро. А то сейчас набегут, займут все места. Что-то не можешь идти, что ли? Он ждет, пока остальные зайдут. Молодец. Теперь компьютер будет занят. Я в этом уверен. Нет? Нам повезло. Аккуратно. Пошел процесс рабочий. Давай, выполняй. Нам очень сегодня нужно повышение. Очень. Есть. Добавить улику. Проанализировать улику. Ну, там мужика надо выгнать. Хотя можно проанализировать и здесь. Давай. У нас их всего три. Улик немного, конечно. Может быть, придется куда-то уезжать. Как я, да? На работу бросился. Не обедать пошел. А знаешь, что у меня пополнение скоро. Зеленаправленно, видите, иду к следующему повышению. Это сейчас лейтенант. Конечно, мне мешало поесть малость бы. Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Так, отчисления. Где, как и зачем. В общем, другие советы обрученным. Восемь не платят. Как не стать нищебродиком. Кстати, как не стать нищебродиком. Самая успешная книга. Самая успешная. А вот про балет что-то у меня выпало из продаж уже. Видите, мало зарабатываю. На счет балета. Наверное, даже не учитывается больше. Все? Проанализировал? Ну? Здесь анализ дал полезную улику. Искать в базе данных полиции. Я не пойму, что у нас компьютер свободный? Кто-то уволился? Искать в базе данных полиции. Давай. Ну, у нас улики заканчиваются. Наверное, на место преступления придется выезжать. Может, еще и патрулировать придется. Я считаю, хотел сегодня идти пораньше. Давно я, кстати, не был на работе. В прошлую серию мы строили балкон и запасной выход из дома. Все? Пойди и все. Что там с едой? Да, еще не умрешь. Еще давай, работай дальше. Есть. Проанализировать улику. Ну, вот такая вот беготня нам дает... ...положительный, видите, результат. Все, выступаю. Можешь сесть за компьютер, но ненадолго. Давай. Че он со мной... А, разговаривает, да? Со мной я как-то на работе разговариваю. Я обычно молчу. И общение у нас тоже будет желательно поднять. Немножко. О, а я это думал, тебя похитили. Наконец-то она вернулась за компьютер. То социальные сети без тебя стали скучать. Ну что, 12.00 я уже прокачал полулинии своей ежедневной. Еще не прокачал. Но сейчас должно сработать. Анализ дал полезную улику. Есть. Искать в базе данных полиции. Сейчас эту тетку выгоню. Все компьютеры заняты. Ну, это будет час, конечно. Одного компьютера очень сильно не хватает. Это уже, кстати, последняя фотография. Больше искать будет негде. Че-то там сил. Так, давай, вставай. Ну? Вот пошел ли тормоза. Да, вот из-за этой дамы у нас тормоза постоянно идут. Выгнали, наконец-то. Час уходит на то, чтобы сесть за компьютер. Ну, ничего, это у нас сейчас будет уже... Два, да? Деления мы заполним. Да, два деления есть. Проанализировать улику. О, хорошо, что два аппарата у нас есть. Последняя улика, кстати. А вот что будем дальше делать? Ну, добавим улику на схему преступления. Нет, мы час постоим, посмотрим. Потолок. Ну? А что это у него заполняется? Не знаю. Только оно падает почему-то. Не заполняется, а падает. Научная деятельность, наверное. Есть. Поговори с начальником. Это самое печальное, что мне... Мне бы не хотелось этого делать. Пошли, лучше добавим улику на... С... На схему нашу. С начальником обычно он меня ругает постоянно. Хотя был на свадьбе у меня свидетелем, получается. Хороший человек. Как и все начальники. Так, у нас там вообще беда. Счастливый. Давай, добавляй. Ну, схема получилась. Есть, схема получилась. Добавить улику. Минуту. И мы сейчас, по идее, должны... Дмитрий выяснил, что подозреваемый носит юбку. Есть. Еще одно надо сделать. Нет, на место преступления не отправлюсь сегодня. Да и не, зачем мне закрывать дела. Мне сначала повышение нужно сделать. Сейчас я с боссом побеседую. Поговорить с начальником. Не выбирается тот пункт. Я не знаю. Выбираешь по порядку. И он проскальзывает. Обожаю. Обожаю, как... О, попало, но... О, есть. Есть. Хотя здесь стик. Вверх и вниз. Особо проскальзнуть невозможно. Но у меня это получается. Ну, давай. Давай, делаем и уходим пораньше. Еще пойдем набьем щеки себе какими-нибудь чипсами. Чтобы домой прийти не голодным. Ну. Здравствуйте, комаров. Ну. Я сажусь на его место и начинаю с ним общаться. Дискомфорт страшный. У меня, понятное дело, зашел кто-то толстый. Все, стопроцентно. Я хочу уйти сегодня пораньше. Можно? У меня сегодня дела. Че там Саммер с тобой? Че она красная? Ты ж дома. Или мне и за ней надо успевать следить? Нет, минутку. Минутку. Что это такое? Узнать, что происходит. В смысле? Че это такое? О, еда появилась. Давай, наверное, ты поешь сегодня, а потом мы пойдем, уйдем пораньше. Это лично. Сам сообразил, что есть пора. Можно даже ускориться. Это меня, это полненькая женщина меня завлекла. Отлично. Сразу еда есть, что самое интересное. И надо микроволновку засовывать ее и смотреть на нее два часа. О, запихиваем булочки. Так, голод пошел. Надо бы еще вздремнуть где-то, но это мы успеем, я думаю. Главное, наесться сейчас хорошо. То потом будет кризис у нас. Давай ускоримся. Так, я хотел уйти пораньше сегодня. Это не повлияет, интересно, на мое карьерное продвижение? Я всегда допоздна задерживался, а теперь я хочу уйти пораньше. Дмитрий отлично сегодня поработал. Отлично. Повышение не получил, конечно. Надо было, наверное, посидеть подольше. Хотя линия заполнена. А зато я сейчас успею еще и день влюбленных всех провести. Если успею. Хотя мне там надо было кое-что сделать. Кстати, уйти пораньше, я думал, это на час сокращается день. Оказывается, это сразу тебя перемещает. Хоть бы предупредили. А вдруг я линию не заполнил бы? Ладно, завтра тогда... А, завтра выходные. Завтра у нас не будет повышения. Жалко. Ну, я хотел стройкой заняться. Не вышло. Ну, ничего. Телепрограмма. Так. Так, спокойно. Сейчас мы все наладим. Что у нас? У нас тут тоже, кстати, проблемы с туалетом. Но лучше, наверное... Лучше, наверное... Лучше, наверное, пойти что-то приготовить. Значит, Саммер умрет с голоду. И так как я профессиональный повар, я могу подать быстренько обед. Какой-нибудь такос с рыбой. Тем более у нас такой есть. Макароны с сыром. Быстренько, давай, быстренько. Жена, видите, уж помирает. Ой, ё-моё. Что ж ты так дотерпел? Что ты там показывали за такое по телевизору? А я думаю, что она красная? А если бы я раньше не пришел? Все, диван на мусорку. Надо ее ограничить в пользовании телевизором. Так, профессионал берется за дело. Спокойно. Сейчас мы все сделаем. Угу. Но нам, конечно, надо что-то иное сделать. Успеть. Сейчас начнем это и делать с вами. Так, спокойно, Саммер. Сейчас будет еда. Муж пришел. Все сейчас будет на месте. Все будет в порядке. Собаку где дели? Она все смотрит на ванну. Кхе-кхе. Угу. Так, ты куда? Сейчас будет обед. Не спеши. А ее уже ничего не установит. Нельзя тебе вина. Смотрите. Уровень повышен. Пятый уровень кулинарии. Это же просто обалдеть. Вообще-то я обед сделал, между прочим. А не вот эту фигню, которую ты взяла. Пригласить за стол. Так, а ну давай. Давай, выбрось эту фигню. Пригласил за стол. Сразу же кошмар идет сверху. Кошмар, это не тебя касалось. Вообще-то. Ну ладно, каждый ест, что хочет. Хорошо. Что такое? Ты голодаешь или что с тобой? Дать немного еды кошмару. На. Держи. Держи, держи, приятель. Держи, держи. Все, успокоился? Что-то там в мусорке щенка видишь? Ну что у нас там по параметрам? Давай, наверное, что это такое? Поболтать сам. Да, самое, самое отличное, наверное, время для этого. Оп, тарелку в карман. Нам надо, кстати, романтические отношения развить. Прямо сейчас. Так, что-то воняет. А что воняет? А что реально воняет? Я не знаю. Что-то я учуял. Ну давай. Вручить подарок в день признания любви. У меня он есть. Декламирует любовные стихи. Ну давай. Жалуется на праздник. Опять не выбирается. Во, выбрался. Ну давай попробуем. Фу, воняет так. Декламирую. Прямо за столом, да, будет? Булуиксон, Кларвей. Чудесненько. Это работает сейчас? Да, работает. Романтическое отношение, по-моему, начало срабатывать постепенно. Что-то надо было сделать? Еще раз читаем. Дмитрий любит эту традицию. Романтическое отношение. Да, люблю. Проведите больше времени со своим любимым. Чтобы принять участие, выполняйте романтические действия. Целуйтесь, обнимайтесь, святуйте, лейте свое настроение. Займитесь в уху. Тут мы скоро рожать будем, еще и в уху. Заключите в объятия. Ну давайте. Признаться в любви до гроба. Давайте сначала с поцелуя начнем. Не все сразу. Так, я все еще ем. Ну? Кошмар сюда лезет. Какой забавный пес. Посмотрел, улыбнулся. Булу? Ну? Нам надо сделать, чтобы у нас тут романтическое было написано, да? Отношения. Тогда засчитается нам этот праздник. Ну? Собака ушла куда-то. У нее уже романтическое. Все. Уже должно было сработать. Минуту. Минуту. Поцелуя щеку уже было. Вручить подарок. День признания любви. А какой? А никакой. Никакого нет подарка. Какая-то мусора есть. Могу мусор вручить. А что? Полезно. Улики есть. Так, подожди. А где же нам брать цветы? А, я в телефоне с утра видел. А на минуту. Подождите. Вот надо еще что-то сделать. Ну, явно что-то надо сделать. А то мы не дотянем, чувствую. Признаться в любви до гроба. Во. Вот это уже по-нашему. Комод тебе. Ну? Во. Ну да защитывайте меня, давайте уже. Ну куда ж больше-то уже. Туалет включился. А. А, я еще не дошел. Да, наверное, надо остановиться немножко. Давай. Минни, давай, 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 давай. Хватит. По-моему, у нас все в порядке уже. Хотя, может быть и нет. Может, с двух сторон надо это сделать. А, с обеих сторон надо это сделать. Чтобы я тоже был в романтике, правильно? Правильно. Она так кокетливая. Ну, давайте ему дадим время. Счастливый. Счастливый, счастливый. И сейчас надо тоже, чтобы с двух сторон было. Тогда и у нее засчитается, слышите? У нее не засчитывается, получается. Ничего себе. А я думал, засчитывается. А, сразу все. Нифига. Ну давай, попробуем. Теперь с ее стороны. Офигеть. Бросать конфетти. В честь праздника держаться за руки. Жаловаться на праздник. Поддержать праздничный средний день признан любви. Вручить подарок. Подарка нет, поцелуй. Ну давай. Давай, стоять. Кто-то зашел, вышел. Собака, наверное. Ну. Все, засчитали. О, зомбо. Засчитали. Отлично. Так, теперь надо подарок какой-то купить. А как его быстренько... Что это такое? Традиция соблюдена. Шикарно. Одно сделали. Все-таки с двух сторон надо это сделать. Так, подарок. Подарок. Я его видел с утра. Выходной по семейным обстоятельствам. Представили со больными остаться дома. Купить подарки. Там цветы нарисованы. Тут цветов что-то я не вижу. Лекарства можно под маргариткой. Это цветы нет. Обычный яркий желудок. Но это не очень. Тут по фильтрам, конечно, можно было бы все было сделать. Ну ладно. О, роза. Ароматный. О. 140 ч... Нифига себе. О, тюльпан. Подешевле. Слишком дорого, по-моему. Ну ладно, дайте мне две тогда. Я сразу закажу. А могу я подарить сразу двух сторон? Зачем мне тюльпан-то? Нет, давай тогда я закажу розу все-таки одну. В корзине нет предмета. Не понял. А одну все, заказал. Есть. А когда она приедет? Традиция соблюдена. Отлично. Шикарно. Все. Великолепно. Так, я не понял. Приехал же цветов, нет? А ну, попробуем подгорить. Ну, наверное, приехал. Не курьера ждать. Вручить подарок. Сейчас цветок должен появиться. А что тут нет по фильтру? Последних. Что это за цветок? Морозник. Да, если я такой подарю, то чувство придется съезжать. С кошмаром вместе. О, есть роза. Появляется автоматически. Это хорошо. Давай. Это тебе. Это тебе. Это тебе я говорю. Давай. О. Засчитали. Не понравился? Ну, ты даешь. Да ладно, традиция соблюдена. Так, годится. Подарок задарили. Переходим в ее теперь. Мир. Подарок. Ну, в принципе, что-то тут не хватает. Поставить воздушный поцелуй. Вручить подарок. Его, правда, нет. Страстный поцелуй. Да, бывает. Страстнючий такой. У нас уже 1848. Правда, на свидание еще надо успеть выехать. Мир. Ну. Все, понесло. Спину мне не сломало. Годится. Все, великолепно. Я не знаю, что у нее не засчитывается традиция. Так, я спать хочу уже. Минута. Сейчас подарок какой-то. А какой мне подарок тогда дарить? Ну, так весь бюджет раз. Разбазарим. Купить подарок. Подожди, а какой подарок? Мужчине. Чтобы принять счастье, выберите купить подарок. Изменить действие телефона и компьютера. Купите цветы. Затем нажмите на персонаж цветы. Слышите, тут только цветы написано. Что, и мне цветы, что ли, дарить? Ну, ладно, цветы, так цветы. Зачем мне цветы, тебе нужны? Купить подарки. Ну. 50 оттенков моих окон. Другая синевато, еще одна темно-серая. Два других светлых. Может, вот это давайте попробуем? Не знаю. Не знаю, не знаю. А что цветы? Ну, я хочу цветы дарить. Тут ничего, собственно, ничего серьезного-то и нет. Ну, давайте попробуем 50 оттенков этих купить. Книги, игрушки, садоводство. Книги. А цветы-то куда? Садоводство, наверное, относится, да? Да, весенние семена сотню стоят. А это что? Почка. Бонсай. Роза. Трава для новичков. Тюльпан. Яблоко. Вкусив сочный ряд. Писанажи могут насыграться и приободриться. Всего лишь 14. Ну, давайте тюльпан. Давай, я роза, а здесь тюльпан тогда будет. Если что, оставим тогда в корзине. Ну, не яблоко ж дарить. Давай. Все, купили. Все деньги так уйдут. Есть. И давай, 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 давай подарить подарок в виде тюльпана. Выполняем требования. Ну, что? А, мне еще и роза осталась. А что, роза остается? Свою же передарить, разве что? Ну, у меня есть этот тюльпан. Что это за животное? Лама, что ли, была? О, соблюдена традиция. О, мне понравился. Ей нет почему-то розы. Странно, розы не любят. Традиция соблюдена. Шикарно. Ну, давай дальше тогда. Что-то у нее еще не засчитывается вот это, но, видимо, идем мы по правильному пути. Есть, соблюдена эта традиция. Надо было чуть-чуть, видите, поднажать. Есть, готово. Так, а теперь последнее. Последнее, как это сделать. Традиция. Пригласите близкого персонажа на свидание. Или пригласите персонажа, который может когда-нибудь стать вашим близким. Чтобы принять участие, выберите телефон, затем единство пригласить на свидание. Выберите другой персонаж, затем место на свидание. Так, выбираем. Главное, теперь не промахнуться. А то сейчас приглашу какую-нибудь знакомую старую. Так, дополнить историю, пригласить на свой участок, пригласить на свидание. Есть. Врубаем. Ну. Она меня приглашает, получается, да? Ну, давайте выполним с ее стороны квест. Это она мне звонит, да? А мне как-то не очень до свидания. Ну, придется идти. Вообще не поделаешь. Гамбургеры появляются у них из пижамы. И этот участок недоступен. Ну, как обычно, куда-нибудь меня должны сейчас пригласить. А куда? Ну, давай в Синебархат. Ночной клуб. Или в хранилище Виллокруг. Продвигаемся. Открыть выбор города. Или можно в другой город. Ну, я далеко не поеду, потому что я уставший. Ну, давайте в Синебархат, как обычно. Выбора тут немного. Надеюсь, пижаму-то переоденет так хоть. Или прямо с ней поедем. В ней, вернее. Кошмара бы не мешало взять бы с собой. Так там еще надо его не провалить, это свидание. А поскольку я теряю сознание, я уже сплю на диване, значит, это будет сложно. Но в любом случае, это не я пригласил, поэтому и отдуваться не мне. Так интересно, засчитают за двоих. Мы, конечно, выполнили уже сколько процентов. 70% выполнили требования к этому дню праздничному. Осталось еще 30. 5. Ладно. Она уже желтая. Хочет есть. Хорошо. Основная цель. Пообщаться с персонажем на свидание. Сесть и поговорить. С свиданием. Сюда тогда. Флиртовать. Ну, это без проблем. Сесть вместе. Давай. Одно требование уже выполним. Собака осталась сзади. Я теряю сознание. Ну. Беременной женщине отказывать нельзя, да? Отлично. Ну, давай сюрпризы. Сесть и поговорить. Говорить будем? А что это ты делаешь? Есть бутерброд с овощами? У тебя с собой интересно. А это что? Поболтай с Николаем. Какой нафиг Николай? Со мной надо общаться. Жена Николая смотрит. Так. Пофлиртовать. Тут нет такого пункта. Поцеловать щеку. Поцеловать под Амелой. А просто поговорить, нет? Давай послать воздушный поцелуй. Ну. Куда пошли? Вам же надо было сесть и поговорить-то. Ну, е-мое. О, есть. Пусть персонаж будет игриво в одно и то же время. Основная цель пообщаться с персонажем на свидании. Десять раз. Так, а как пообщаться? Не пообщайся особо. Вручить. О, флиртовать. Есть. Три раза надо это сделать. Успеем мы за сегодня. Так, Николай, иди нафиг отсюда. Опять этот парень, который к нам приставал в прошлый раз. И теперь опять, видите? Смотрите. Сейчас, подождите. Этого рыжего. Одну минуту. Самар, никуда не уходи. Минутку. Сейчас я тебе, блин, сделаю. Танцевать с Николаем. Приветствовать грубо. Приветствовать дружески. Другие варианты. Уважаемый Николай, злые действия. Приветствовать грубо. Пошел вон отсюда. Маньяк хренов. А, он полицейский. Блин, это ж мой коллега. Смотрите, там еще покруче парень больше пришел. Да, здесь какой-то... Здесь какой-то клуб для ненормальных. Не ешь это. Нет. Что ты делаешь? Убрать и помыть. Замечательно. Мне еще не хватало, чтобы это отравилось. И пошел мыть, главное. Да брось ты в мусорку куда-нибудь. Куда хочешь. Негде здесь мыть. Давай. Отобрал еле-еле бутерброд. Фул. Самар, где тебя воспитывали вообще? Мыть не надо. Нет, мы теряем время. Ну, не хватало еще в ночном клубе посуды мыть. Давай общаться, флиртовать. Давай, бегом. Теряем время просто. Это ей надо же выполнять, правильно? Или нам... Нам двоим надо это выполнять. Иначе провалим свидание. Подожди, поцеловать руку. Давай. Замечательно. А то лед же, что на сверху был. Тут, кстати, оживленнее, чем раньше было. Пошел вниз. Блин, у нее уже красное там все. Что ты делаешь? Чего стоите-то? Наконец-то додумался. Стой, стой, стой. Ты куда пошел? Самар, догоняй. Догоняй, он уходит. Ну-ну. Давай это сделаем. Нам засчитают. А потом каждый по своим делам пойдет. Что-то это я должен был делать? Ну ладно. Я полицейский. Нам засчитали этот разговор? А, кстати, это считается как флирт, поэтому легко можно... Тьфу. Легко можно это все делать. Давай. Задать рискованным вот это. Давай еще. И мы с вами выполним еще один пункт. Так прикиньте, сколько надо всего сделать. Я не успею это все сделать. Все, три из трех. Да. Хоть что-то... Так прикиньте, сколько надо. Так, флиртовать, находясь в кокетлеон со стороны. Сейчас мы, чувство, дофлиртуемся. Там уже красный туалет. Флиртовать есть этот пункт. Давай. Как раз кокетливое состояние пока присутствует. Потом я отправим в туалет по-быстрому. Давай, ты успеешь. Ты успеешь до того, как сходить. Я в тебя... Куда пошел? Нет. Все сбросилось. Давай это сделаем и разойдемся. Нет, этого уже нет. Блин. Ладно, давай сюда быстро. Хорошо, что недалеко. Ситуация под контролем. Давай, я вижу, вижу, давай. Окей, окей. Так, а ты куда попрел? Тут что у нас? Мужик. Мужик одурманен. Смотри, здесь сидит. Какой-то странный клуб. Мы правильно в клуб зашли? А я пошел спать на лавочке. Я тут, кстати, в прошлый раз тоже отсыпался какое-то время. 21.46. Самар, что там у нас? Отлично. Теперь хочет есть. А есть особо нечего. Так, буди его, иначе опять провалим все. Счастливая. Ну, наконец-то. Счастливая, но не кокетливая. Что нам еще надо сделать? Пусть персонажи игривые. Пообщаться с персонажем на свидании. Еще кучу раз надо сделать. Разбуди его нафиг. Ну и свиданец у вас. Ну, как к обычному. Ну, после работы так и бывает. Мне бы, конечно, поесть. Сейчас будет кричать, что она есть хочет. Так, давай, поднимай его. Давай, вставай. Нам засчитает это как... Короче, свидание провалено. Такие требования какие-то нереальные. Реально сложно это все выполнить. Искренний комплимент. Поднять на пуст настроение. Проявить нежность. Признаться в любви до грубой. Ну, давай. Может, это хоть кокетливость включит у нас. И засчитается как диалог, наверное, да? Дискомфорт. Что у нас там? Спать охота, понимаю. Шейдс, посчитали. Хоть бы до среднего. Сейчас свидание вообще провалится. У нас до двух ночи время есть, но я спать хочу. Так, выпросить... Выбросить испорченную еду. Отправиться на пробежку. Что это такое? А, это про себя. Хорошо. Давай дальше общаться. Что-то надо делать. Жаловаться на проблемы. Главить по щеке. Давай. Хотя это не то. Нам разговаривать вообще-то надо. Но с дискомфортом это, конечно, сложно делать. Нет, это не засчитывается. Но хоть что-то надо сделать. О, засчиталось. О, засчиталось. О, наконец-то. Так, страстный поцелуй. Не знаю, где он. Я не знаю, где он. Какие-то терпевые романтики. В романтике должен быть. Подарить розу. Нет такого. Нет такого. У нее есть? Давай смотреть. Кошмар. Линия еле заполняется. Посмотрите. Еле-еле идет. Пусть персонажи игры в одно и то же время. Игривы. Как это сделать-то? Пообщаться. Поцеловать. Страстный. Страстного. Страстного нет вообще-то. Есть прост. Страстно. Страстно. Гладить за руки. Романтический. Подамелый. Послать воздушный. Заключить в объятия. Задать рискованный вопрос. Ладно, давай простой. Нет, давайте, наверное, хотя бы добьем. Поцелуй может появиться позже. Нет, не удалитесь грубо. Дружелюбные действия. Говорить про солнечную погоду. Давайте попробуем это. Надо хоть что-то выполнить. Ну что, возле... Возле нашего фонтанчика все нормально. Парни веселятся. Здесь прохладно. Там слишком шумно, смотри. Семь есть. Посчитали семь. Давайте еще чуть-чуть. Давайте поднапряжемся. Отправиться на работу. Какую работу? А, она может на работу сейчас пойти. Так она шотпус взяла. Так, подожди. Действия открыть зонтик. Ну зачем? Подожди, аж нет. Так, предложить потрогать живот. Ну давай. Это как разговор будет, нет? Я еще, кстати, этого не делал. А там сзади тусовка. Ну... Самур зарабатывает 208 в свой выходной. Отлично. Это можно сфотографировать. Отправить в архив или еще куда-нибудь. Подожди, тут сложности. О! Шикарно. Вот мы это куда-нибудь и отправим. Можно ближе, можно дальше. Можно развернуть камеру. Кстати, как это выключить? Вот так вот. Но это не засчиталось... Не, засчиталось нам как диалог. Смотрите, 8 уже. Так, давай дальше. Выбросить из... Блин, опять я путаю их. Теперь двоих... Двоими управлять непривычно. О! Страстный поцелуй. Появился после живота-то, а? Давай. Опа! Опять мне спину ломают. Ну что, готово? Да. Засчитано. Ну? Да что ж такое. Есть бутерброд с овощами. Да, должно быть засчитано. Есть. Бронзу мы с вами набили. Пусть персонажи будут игривы в одно и то же... Серебро набили. О! Сто процентов. Прикиньте, мы выполнили то, что надо. Шикарно. Теперь можно идти все домой. Свидание прошло на ура. Можем, конечно, тут еще потусить малость. Смотрите, как тут весело. Ну давай уже перед уходом. Идти сюда, идти сюда. Петь вместе, давай. Холи Борфна, давай. Не хочу петь с этим Николаем. Он меня и так уже задолбал. А как тут танцевать вообще? Нанять пианиста, учиться, сесть. А, идти сюда. Давай. Ты что, опять ешь? Что ты там делаешь? Пихаются по-тихому, смотрите. Испорченным гамбургером. Выбрось его. Ну, а теперь выбрось эту испорченную еду. Вообще выбрось. Нет, мыть не надо. Просто выбрось ее. Выбросить испорченную еду. Давай. Фу, Саммер. Ну, откуда ты такая взялась? Ну, как его можно есть? Во-первых, тут воняет все. О, отлично. А это что? Где ты следующую взяла? А, она типа пошла мыть это все. Исчезла тарелка. Ну, бывает. И? Ты пошла мыть руку? О, заключенный мой выжил, смотрите. Он же у меня в тюрьме сидит обычно. Все тут собрались, короче. Так, ладно, давай отсюда валить. Пусть персонажи будут игривы в одно и то же время. Пикетливые и игривые. Это разница большая, наверное, да? Все, давай отсюда валить. Золото мы и так уже взяли. Как уехать? Все хорошо. Вы уже хотите заканчивать слишком рано. Давай, все окей. Мы выполнили. Заработана медаль золота. Лучше не придумать. Потрясающее свидание. Чтобы ваш персонаж его надолго запомнил, ему подарить что-то особое. Загляните в багаж. Хорошо. Все, свидание окончено. Как нам теперь домой ехать? Это у меня проблема всегда. Я всегда забываю, как я отсюда уезжаю. Поболтать, запланировать, пригласить на свой участок, пригласить на свидание. Нет. Симстаграмм. Сменить цвет чехла для телефона. Да, какая разница? Центр текущего участка. Как-то тут я уезжал домой. А, просто на дорогу нажать. Все, вспомнил. Переместить семью. Отправиться. Поза эти семь персонажей или дети один. Все. Домой. Поздно уже. Идти домой. Отправиться. И куда мы отправимся? Кошмар, кстати, можно было взять с собой. Отправиться. Куда отправиться? Кстати, у нас тут событие уже закончено. Сейчас мы его отметим. Как-то я вот так вот делал. Ладно, Саммер. Ты где? Саммер. Где вы сиделись? А что вы тут все делаете? С уголовником в туалете и какой-то женщиной. Все. А я где? Подождите, а что это такое у меня появилось? Саммер Холидей. Как покинуть это место? А куда я делся вообще? А, я сплю вообще стою. Это остановка общественного транспорта или что это? Иди сюда, петь вместе. Идти сюда, петь вместе, бежать сюда трусцой. Люди, верните меня домой, пожалуйста. Я уже спать хочу. Я до сих пор не могу понять, как это сделать. Как закончить свидание? Завершить праздник. Да не надо завершать праздник. О, дорога. Отправиться петь вместе. Отправиться. Ё-моё. Как же домой-то поехать? Ну ладно, поехали. Я не знаю, что сейчас будет. А, точно. Сейчас мне предложат, куда ехать. Что это такое? Смотреть. Саммер встретит вас на месте. На каком? Два часа ночи скоро. О, домой, домой. Дом, милый дом. Хотя, по-моему, опция была другая. Просто путешествие в Шедвель. Да, домой в Шедвель. Подтверждаю. К собаке нашей родной. В режиме строительства в вашей семье есть багаж, в котором хранятся награды за карьерные достижения. Да это я знаю. Там еще подарок, кстати, какой-то есть. Который можно подарить. Все, сейчас быстро и спать. Потому что... Потому что роты должны начаться, наверное, уже совсем скоро. Сейчас главное все наши... Наши характеристики повысить. Которые прям критические. И тогда уже ожидать пополнения в семействе. Ну и праздник мы выдержали на 5 с плюсом. Я думал, мы его провалим. А там потом как поперла линия вверх. Просто было не остановиться. Ну окей. Пора бы уже загрузиться. Нам уже пора делать дела. Готово. Смотрим. У меня критическое состояние со сном. Поэтому... Попробую в душ, конечно, забежать на 5 секунд. Если, конечно, успею. Годится. Давай. Самар, у тебя что? У тебя кокетливое настроение? Тебе не до душа, я вижу. Питание. Ну, в туалет можно забежать. Ну, он тут же рядом. Хотя давай наверх. Чего толкаться-то? Побежали. Кстати, рода уже совсем скоро. Смотрите. Рождение ребенка через 3 знака вопроса. Совсем скоро. Может, до этого успеть лечь спать надо? Так, давай. Побыстрее, а то родишь еще по дороге в туалет. Эту характеристику мы поднимем. И бы, конечно, выспаться бы не помешало. Да и душ, наверное, тоже бы. Ну, есть ванна. Давай в ванну. В ванне купать кошмара мы не будем. Хотя, наверное, беременным, но лучше, наверное, этого не делать. Можно же родить будет. Да, мы рожаем, друзья. Нет, не рожаем. Но это скоро. Это скоро. Внимание, что я там делаю? Оно сплю на полу, нибудь. Кошмар подъедает немножко. Все, я пошел спать. Мне нужны будут, наверное, силы. Совсем скоро. Я совсем скоро совсем вывалюсь. Давай. Спать, сдремнуть. Заняться в уху. Заняться в уху, конечно. Пошли спать. В уху. Я сейчас не до в уху. Хотя она чувствует себя весьма позитивно. Нет даты еще, когда будут роды. Опа. А сама разрывается на часе. И так не терпится встретиться со своим потомством. Жуткий дискомфорт. Через три часа мы станем родителями. Ух ты. Понесло. Ты идешь спать? Иди спать. Через три часа скоро уже отцом станешь. День признания любви прошел на ура. Дмитрий отлично провел время. Успел сделать все, что планировал. И 500 очков нам добавили в нашу копилку призовых баллов. Так. Саммер хочет идти играть в Sims. А что ж. Нечем больше другим заняться, что ли? Иди, наверное, вздремни. Стоит через три часа рожать. Поэтому, наверное, самое время. И я набираюсь сил. Просто сейчас начнется. Начнется. Буквально сейчас только ляжет. И оно понесет время. Дайте я, наверное, помедленней. Так нормально. Она рожает. Смотрите. И не видит, что роды приходят. Спокойно. Мы восстановили немножко энергии. Да нормально. О, понеслось. Понеслось, друзья. В 4.56. По-моему, начинаю со схватки. Через 0 минут. Так, меня поднять срочно. Что это за кроватка приехала? Откуда она тут взялась? Так, подъем. 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 Роды. Роды. Внимание. Внимание. Паника. Срочно бутербру от меня. Вот пошел. Телевизор смотри. О. О. Сама рождает мальчика. Ребенку нужно имя. Как бы его не назвали. Понятно. Вот так роды здесь происходят. Хоть ее видел. А что фамилия Холиды? Я сейчас вам дам Холиды. Я сейчас вам такую Холиды дам. Где моя фамилия? Почему ее не подставили автоматически? Вот она. Давай. Да это уже оно. Имя. Имя Саммер. Не знаю, какую подобрать. Николай. Анатолий. Иван. Максим. Константин. Станислав. Илья Шедвель. Михаил. Константин. Никита. Виктор. Виктор. Пусть будет Виктор. Менять не буду имя. Можно было назвать, конечно, Ричард. Но тогда у меня начнется путаница с другими играми. А детей всех, где бы ты их не рожал, надо знать по именам. И не путать. А то будет беда. Пенни тут вдруг заявится в Sims 4. Готово. Опа. Так, а я стою задом к нему. Иди сюда. Не вижу ничего. Отвернулся. Где ребенок? Какой ребенок? Не знаю, никакого ребенка. Балбец, иди сюда. Он нервничает просто. Не обращай на него внимания. Все равно задом стоит. Нет, ну нормально ты вообще. Типец. О, наконец-то. Наконец-то ты повернулся к сыну лицом. Поговорить, поменять, кормить, качать, корчить рожицы. Вот это мы умеем. Ну, давайте менять пеленки. Что, ты не можешь подойти, да? Почему? Самар занимается этим. Самар, тебе надо отдохнуть, я думаю. Я думаю, тебе пора попробовать зачать ребенка. Слышите, сразу следую. Следую еще. Да нет, давайте подождем чуть-чуть. Иди, наверное, пока. У тебя была тяжелая пятиминутка. А мы пока займемся делами. Дело берет в руки профессионал. Поменять пеленки. А. Просто занято было, видите? Не подпускали. Так. Везде порядок. Что еще будем делать? Очень уверенный. Младенец. Поговорить. Наверное, ему поесть надо, что ли? Баюкать, варковать, качать, корчить рожицы. Давай покормим. Это мы с вами умеем. Опа. Опа. Минуту. О. То, что надо. Типа я тут только занимаюсь этими вопросами, да? Хе-хе-хе. А Саммер, я не знаю, чем она занималась целый день. Все, ребенок теперь должен утихнуть. Саммер, пора подкрепиться. Сейчас ты скоро потеряешь сознание. А лучше, может, поспать. И, наверное, поспи. Я займусь остальным. Давай. Ребенка зачинать не будем пока что? Через пять минут после родов. Так. Все. Готово. А куда ты побежал? Хе-хе-хе. К гному? Смотреть. На что? А, гном появился. Или что это такое? Зачем он тебе нужен? С ума сошел, что ли, отец? Переименовать Филиппович. Это ж Филиппович, ты ж его знаешь. Зачем ты побежал на него смотреть? Положи книжку, кстати. Чего она у тебя лежит здесь? Без присмотра. Так, на место поставить. Теперь у нас должно быть убрано. Опять ребенок плачет. Хе-хе. Так, его надо устранить. Его надо куда-то задвинуть. Первое время придется, конечно, тяжело. Но ничего. Сейчас, минуту. В режиме строительства, я же думаю, могу его задвинуть, да, куда-нибудь? Саммер как это? Может спать, конечно. Ой, могу продать вместе, смотрите, с кроваткой за 150. Интересно, он исчезнет вообще? А куда же я его задвину? Места-то нет совсем. О! О! Есть место. За стол. Шикарно. Нашел, куда его задвинуть. Сейчас пойду попробую к нему подойти. Смогу я тут залезть? Вопрос сложный. Комнатка маловато. Ну, давай попробуем. Было бы здорово, если бы туда зашел, потому что места вообще нет. Поменять пеленки, баюкать. А что надо-то? Что-что-что-что? Ну, давай баюкать. Попробуем уложить спать. Пиратский день наступил. Комод мешает, да? Понятно. Давай пока так. Подожди. Я так понимаю, он теперь с кроватью. Этот ребенок существует. И я не могу его вытащить, по-моему, отдельно, да? Ну, да. А я волновался, нужна мне кровать или не нужна. Вот мне ее сразу же и предоставили. Так, давай. О! Ну, тут, по-моему, должно сработать. А ну, давай. Как-то ж надо поместиться. Хоть комната такая маленькая, но все же. Ну, тогда комод выбросим временно. Кормить, варковать, баюкать. А ну, давай. Телевизор? А, хочется посмотреть. Ну, ты его баюкай, а потом сделаешь. Комод мешает, да как это? Комод пока. Куда ж его убрать-то? А что комод все время мешает? Войти вообще в комнату мешает комод или что? А, дверь, наверное, туда не откроется. Ну, тут просто беда какая-то. Сейчас надумаем. Давай тогда тебя пока сюда. Будешь коридоре жить. Нет, мы его сейчас поменяем. Так, ты сможешь сюда войти? Кровать не станет, да? О! По-моему, все теперь в мире должны жить. А ну. Небольшая перепланировка. А что это такое вообще? Говори как пираты. Йохо-хо. Пока попрактиковаться о пиратском сленге, научиться говорить как настоящий пират. А с тобой можно попрактиковаться, Виктор? Баюкать, корщить рожицы, поговорить. Ну, давай еще раз попробуем тебя забаюкать. Ну? О, наконец-то я вошел. Ох, какой вход-то тяжелый. А что ты так ходишь? Дверь-то здесь. Нифига не могу понять. Что они себе думали, когда попроектировали эту комнату? Что тебе мешает? Зашел за стол? Нет, чтобы подойти сюда прямиком. Ха. Да, комнатка, по-моему, маловато у нас будет. Надо было шире ставить. Тогда балкона будет меньше. Тогда джакузи не поместится. Ладно, стол пошел вон. Но теперь я не знаю, что тебе может помешать. Скажи мне, что тебе может помешать-то? А зачем такой большой стол? Вы не знаете? Я не знаю. Надо было попозже покупать. Баюкать. Ну? Что там? Там не видно, что в шторе. Но вы издеваетесь просто. Что в шторе? Кровать мешает или что? Ну давай подвинем сюда тогда. Похоже, я с ума сойду раньше. Чем кто-либо вообще в округе. Из-за ребенка. Кошмар, иди побаюкай его. Короче, он не может подойти, я так понял, за кроватью. Но так как в шторе находится то, что ему мешает, ее надо ставить, я так понял, сюда, да? Да, только теперь я здесь стою. Я не могу ее поставить сюда. Ну поставь сюда тогда. Ох, какая нервная... Нервная работа быть-то родителем. Сейчас надо наладить быт. И тогда уже попрется. Ну, у тебя получится его баюкать. Наконец-то. Тебе просто мешала кровать. Места просто не хватало. Отлично. Что еще? Какие у тебя потребности? Я не могу на тебя переключиться, да? Пока что. Витек. А так, ну надо же стол впихнуть. Он же нам не даст пройти. Ну давай, расколбасывайся-то быстрее. Что-то игра вообще стала работать, когда у нас появился первенец. Очень медленно. Ну да, будет мешать. Да, мешает. Блин, ну ты стол выбрал, конечно. Ему до стола еще лет десять. Ну, давай так. Так. Стол. Все равно не помещается. Он как-то становится по-идиотски. У него здесь стены становятся, а вот здесь становятся. Можно здесь его было бы, конечно, поставить. Но это не то. А ну. Сможешь сейчас подойти к коляске, нет? Ну, вернее, к колыбели. Нет, не трогай. Только не продай, смотри. Сейчас продам за 150 вместе с ребенком. В симах можно все. Я вам гарантирую, что можно продать вместе с ребенком. И он просто исчезнет или будет висеть здесь. Как потерянный какой-нибудь. Наверное, не выйдет, да? Да, что-то над головой. Над головой. Кроватка, которой ты не можешь подойти. Ну, я считаю, только одно можно сделать. Этот стол нам не подходит. Поэтому временно стол вместе с какой-то чашкой на нем отправляется в магазин. А, это я чашку продал. В магазин. Истребитель, ты один, ты наш. Трафик, где поставишь. А ты будешь стоять под окном. Это временная мера. Стол, потом мы тебе приобретем, как ты сможешь спать на этой кровати. А пока что... А пока что... Можем и комод здесь поставить. Вот так вот. Все. Вот так вот это все будет выглядеть. Все, ничего тебе больше не мешает. Переходим в режим. Это мы просто выяснили, что нам очень сильно мешает. Так, проверка. Барковать, качать. Давай, качать. Ну, теперь все нормально, я вижу. Ну, теперь отлично. Нам на работу не надо сегодня? Нет, я сегодня, по-моему, выходной. А саммар три дня тоже отпуска взяла. Подожди, я же сегодня выходной должен был быть. Я выходной. И что это за надпись? А, через три дня. Я думал, через три часа. Думаю, ничего себе. У меня как раз есть время вырастить сына за эти дни. Ну, все. Давай его обратно. Нам надо что-то по дому делать. Пока саммар дрыхнет. Но, понятно, не до этого сейчас всего. Кошмар надо тренировать, чтобы он тоже что-то делал. Все. Ты должен спать. О, нет. Там что-то воняет. Вы тоже это видите? Да, я тоже это вижу. Я думаю, что-то тут не то. Пеленки, поехали. Поехали второй раз за час. Смотрите, как я с младенцем уже подружился. Все. Ты успокоился, баюкать? А ну, попробуем его усыпить. Чтобы мне было хоть чуть-чуть времени, мне надо настроение поднять. А это кто еще? А, это саммар. Я думал, голова прошла какая-то у меня перед глазами. Куда она пошла, интересно? А, есть охота, да? Ну, да-да-да. Самое время. Так, может, ты сразу завтрак забабахаешь на всех? Взять порцию. Или ты его не сможешь, наверное, взять. А, у нас есть этот завтрак. Он свежий хоть? Ну, в принципе, да. Через 15 минут, правда, умрет. Ну, нам не привыкать. Все, ребенок в норме. Теперь надо с папой что-то делать. Посмотрите, у него вообще трагедия какая-то. Он, конечно, уверенный в себе. Сейчас мы его уложим и попробуем пойти поесть. Или посмотреть телевизор. Ну, куда-нибудь. Давай я быстро завтрак забабахаю какой-нибудь. Выбросить, готовить. Готовить вкусный харч. Я не знаю, что это такое. Вкусную еду готовить, что ли? Паста с овощным соусом. Любой фрукт. Фруктовый портфель с йогуртом. Тут фрукты нужны. Я их не выращиваю, не покупаю. Белый-черный торт. Подходит вегетарианц. Лапша с чесноком. Замечательно. Черно-белый торт. Белый-черный торт. Ну, давай. Забабахай что-нибудь. Отец ты наш. Ну что, она сейчас отравится. А, она порцию нету берет. Все правильно. Тут все воняет, правда? Ну, сам, что поделаешь. У нас теперь будет все вонять. Че стоишь там? Бери уже что-нибудь. Ты идешь, нет? О, ребенок спит. Наконец-то. Наконец-то. Мы его баюкали. Теперь можно поесть, посмотреть телевизор. Сделать ремонт в доме в конце-то концов. А где собака делась? А, вон она. Тоже телевизор смотрит. А где я вообще? Понятно. Поднимаю, видимо, уровень, да? Да, поднимаю то, что у меня упавшее. Вообще у меня все упавшее. Смотрите, как вымотался пацан. Хорошо, что выходной сегодня. На работу и надо идти. Так, пес у меня опять черный стал. Хотя он и был черным. Куда ты побежал? А че ты встал? Ладно, давай. Спать пошел. Ну, понятно, где было тяжелое утро. Но сначала надо сделать остальное. Воспользоваться гальюном. А, это вся фигня. Понятно. Это пиратский день. И нам на юхо-хо надо как-то научиться делать. И поэтому все у нас теперь с пиратами будет связано, да? Очень уверенный. Так, если ты очень уверенный, тогда иди до сюда. Сможешь то ху-хо-хо сделать? Убери посуду всю. Убрать и помыть. Раз ты такой уверенный, думаю, ты с этим справишься. Убрать и помыть. Порцию не брать. Значит, отравишься. Все, давай, уверенный ты наш. Самара, ты чем занимаешься? Очень возбужденная. Так, что у тебя по характеристикам? По характеристикам все отлично. Лучше тебе пойти поспать. Ну, вообще, включай телевизор, наверное. Потому что я сейчас подтянусь к нему. Смотреть телевизор. Давай поднимем все характеристики. Пока ребенок спит, надо пользоваться. Смотрите, почти получилось. У меня уже галочка стоит. Только надо юхо-хо сделать. Так, а я где? Давай, приятель. Потом пойдешь спать. Уберешься, потом пойдешь спать. Юхо-хо сделаем. Потом тебя самар сменит. А вообще, не знаю. Потом няню надо нанимать будет, да? Когда работать будем. По очереди. Давай, убирай тарелки, если нафиг. Кстати, тоже галочка стоит. Видите, потихоньку появляется. Ну, давай, юхо-хо ваше. Обменяться пиратскими байками. Спросить, куда будет дует ветер. Круто. Все, еду сбросили. Отлично. Что ты сейчас будешь делать? Спросить, куда дует ветер. Куда ветер дует? У нас пиратский день. Держись, приятель. Сейчас спать пойдешь. Ну? Тихо, тихо, тихо. Следующий вопрос. Обменяться пиратскими байками. Ну, давай, пиратские байки. А где ж юхо-хо это наша? Годится. Так, что ты сидишь? Смотри телевизор потихоньку. У тебя же тоже там пониженный уровень, да? Да, смотри себе спокойно. Что тебе мешает? Мол, поднимай свой рейтинг. Упавший. Так, поддержать праздничное настроение. Пиратский день. Давай. Это тоже нам даст определенные очки. Я так понимаю, да? У нас там... Да, у нас там ребенок вверху, конечно. Спокойно. У нас все зеленые. На панели, знаешь, все нормально. Кроме собаки, она у нас белая. Так, похвалить знатное тропье. Рассказать морские легенды. Давай, знатное тропье. Рассказать морские легенды. И за новое... Знатное тропье. Но я еще не выполнил, кстати. Дмитрий теперь может мило извиняться и разно представляться. Уровень обаяния. Куда пошел? Похвалить знатное тропье. Похвалить знатное там про тропье. Рассказать морские легенды. Уровень растет у нас? Растет. Ну? Ну? Так, деньги прислали? Хорошо. А че мне проболит? О, все, выполнили. Выполнили, выполнили, выполнили. Теперь у нас все окей. А че так мало заданий? Только одно дали. Йо-хо-хо. Ну ладно. Это не главное. Надо сейчас что-то срочно съесть. Причем просто перекусить. Я думаю, да, позднее. Есть поздний завтрак. Давай что-нибудь. Яичницу с беконом. Кто-то сейчас помрешь, я чувствую. Поболтать Саммер. А у нее выполнилось это? Нет, у нее еще не выполнилось. Давай, тогда ты продолжай. Пожалуйста, на праздник, пиратский день. Польстить внешнему виду, давай. Хотя, по-моему, все одного выполнилось. Наверное, все. Засчитывается всем. Ой, у нее все засчиталось, смотри. Нет, не засчиталось еще. Что за мусор? Выбросить мусор. Подожди, успеем. Сейчас мы тут еще прокачаем. Нет. Повесить что? Повесить на глаза черные метки. Ну давай. Нельзя, да? Почему? Их может купить сначала надо? Отправиться на пробежку, открыть зонтик. А что именно на этом? На диване это можно делать, не пойму. Эм, Эм, Эмзо! Нет, не могу этого сделать. Странно. Ну и ладно, давай просто пиратское закроем тему. Еще одна тема, я думаю, и все пойдет. Рассказать морские легенды, давай. Пиратское наживы, и повосхищаемся. Спокойно держись, сейчас поешь, и все будет окей. Одну минуту. Он пошел готовить. А ты что стоишь на месте? Ну, давай же. Иди поговори, пока есть возможность. Потом не успеешь. Поболтать. Да вообще-то не про это говорил, ну ладно. Но закрыть тоже ж надо ей праздник. Обменяться пиратскими байками, давай. Хватит сидеть смотреть телевизор. Блин, оно сбрасывается автоматически. Или пока я готовлю, нельзя этого делать, да? Ну, походу, да. Да нет, пошла. Я, правда, сейчас сознание потеряю, пока приготовлю этот завтрак. Но не мешает, видите? Наконец-то. Бери его, ты должен это съесть. Саммер, по-моему, не хочет. Саммер, все нормально. Ну, давай свои пиратские байки. Да, у Саммер все окей. Ну что, засчиталось, нет? Еще нет, а это что? Болтать, куда ветер дует. Ну, давай. Есть, выполнили. Все, да? Нет, не выполнили, еще надо. Ты ешь, давай. Время теряем. Саммер узнала, какими чертами характера, да, и Дмитрий эксцентричный. Да? Впервые в жизни она это узнала. Живем уже сколько? Ребенок общий. Искрой восхищаться пиратской наживой по льстить ничьему виду. Ну, давай так еще. Че у нее не выполняется это дело? Все, да? Все, выполнили. Выполнили, наконец-то. Ну, теперь у нас порядок. Все, не мешай ему есть. Ешь давай. И спать бегом. Тут уже осталось до потери сознания совсем мало. Какие-то песни поют. Ладно, побыстрее. Отлично. У нас все получается. Так, так, так. Ты доел, нет? Надо саморазключить. Чуть-чуть осталось еще. О, саморазключили. Куда она пошла? Она пошла готовить кофе. Денег-то много. Отлично. Ты можешь не болтать, приятель. Давай. Отлично. Забросил, по-моему, уже должно получиться. Бодрость появилась? Откуда? А, это не у тебя бодрость. У тебя она вообще упала. Так. Собака грустная? Что ли? Сейчас. Сейчас самор все сделает. Все, давай тарелку забрасывай куда-нибудь. И иди, наверное, спать. Дальше мы уже сами разберемся на сегодня. Нет, кофе не пить. Кофе не пить. Спать. Что там, ребенок? О, боже. Он опять, по-моему, нет. Душка нет. Значит, нормально. В общем, давай бегом спать. Мы без тебя разберемся. На боковую, давай. Самер. Займись собакой. Она, по-моему, у нас черная вся стала в пятнах. Что там у тебя? А, боится этой кофемашины. Сейчас мы ее успокоим. Баловаться. Что это? Баловаться на диване. Выложить фотографии. Купать в ванной. Успокой. Давайте сначала его успокоим. Угу. Это работает? Работает. Что такое? Его надо покупать, явно. Смотрите, какой он страшненький. Ну, кошмар есть все-таки, конечно. Он такой не должен быть, конечно. Так, отправиться на пробежку. Купать в ванне. Давай. Вообще, давай отправимся на пробежку. Посмотрим, что из этого выйдет. Воняет что-то, да? Мусорка наша воняет. Ну, будет пробежка, нет? Что такое туалет? Почему в голове туалет? А, это у него туалет. В голове. И что там делаешь? Побежали. Впервые хотя бы это сделаем. Есть охота, наверное, да? А что, еды уже нет? Должна же быть. Да нет, нормально, я сейчас едусь. Пробежки не будет. Фух. Ты что, переоделся или что-то сделал? Опа. Нет, пробежка будет. Побежали впервые в жизни. От собаки немного воняет, по-моему, да? Да, мухи летают. Так, а как же пробежка? Почти исправление на кошмар. Физкультура. Качать пресс, отжиматься, тянуться. Как бегать здесь? Отправиться. Физкультура, физкультура, физкультура. Идти сюда, физкультура. Ну, давай. На пресс. Что-то пробежки нет? Пошли. Хотя, подожди. Сейчас должна была быть появиться этот. Пробежка именно. А это кто еще? Что это за мужик? Фу, кошмар. У тебя воняет? Нормально. Хватит и пробежки пока что на первое время. Кто-то сонный тоже ходит. А я его еще в доме держу, эту вонючку. Нормально. Поднимем с вами тонус заодно. Как там наш ребенок, интересно? Он стал синий. Значит, что-то ему нужно. Так, кошмар успеваешь? Ну? Тут уже граница. Граница просто у нас. Физкультура. Давай. Как раз самое время. Отжим. Стой, стой. Стой, стой. Не успеваю. Минуту. Отжимание. Давай. Уголовник, который сбежал. Где наш пес? Посмотрите, где наш пес. Как вам, да? Пес, по-моему, оторвался. Или мне кажется. Не знаю. Мы его потеряли. С поводка ушел. Нет, вот он бежит обратно. О, пристегнули обратно. Ну, давайте теперь отжимания делать. Нормально. Как раз возле вонючей собаки самое оно. Ну, что-то должно же прокачиваться, наверное, да? Ну, после родов надо же восстановиться в форме, правильно? А это что такое? Отправиться на работу? Ты серьезно? Какая работа? У тебя же три дня отпуск. Пора на работу. Не понял. Я тебе сейчас пойду, вот, на работу. Давай. Саммер должна сейчас быть на работе. Она сейчас не понравится, если она пропустит рабочий день. Да, ну ладно, пусть идет на работу. Подождите, так она же три дня в отпуске обрала. Странно. Ну ладно, пусть идет на работу. Хотя, как она это сможет сделать, не знаю. Пора на работу. Все горит желтым. Ну, кто ж собаку купать-то будет? Она же настолько грязная. Какая работа? Она штука родила вчера. А зачем я три дня отпуска брал? Можно же не идти. Саммер отправляется на работу. Ну, пусть идет, если так надо. Очень сильно уж. Хорошо, что я буду делать интересно. А я следить за ребенком, естественно. Да, я иду. Там дело дрянь у нас. Хотя я не выспался толком. Хорошо, что я в отгул сегодня. Так, качать, поюкать, поменять пленки. Это раз. Да я теперь, получается, за ним смотреть буду, да? Кошмар, унитаз сломался. Собака воняет. Ребенок тоже недалеко ушел. Вот это жизнь. Спокойно, спокойно. Не нервничай. Что там еще надо сделать? Поменять пеленки, кормить из бутылки. Давай. Я, правда, не знаю, что тебе нужно. Виктор Шедвель. А, нормально. Поднимаем его в уровень. Геннадий Комарок хочет зайти в гости, чтобы пообщаться. Вы разрешаете? Заходи, Гена. Это мой начальник. Он, кстати, тоже в выходной сегодня. Давай. Как раз будем двоем нянчить. Так. Что там еще? Убаюкает. Давай попробуем, пока Гена Комаров не пришел. Я, кстати, не выспался вообще. Смотрите. Жуть какая. О, Батесса. Все. Давай отсюда по-тихому уходим. Где-то собака грязная, вонючая. Давайте я хоть ее сполоснем. Иди сюда купать в ванной. Там народа привалил. А это еще кто? Тут дети еще ходят, да? Смешно представиться, попросить пригласить войти. Заходи. Я не знаю, кто ты. Впервые вижу подростка. Гена Комаров сразу за мой компьютер сел. Так, надо пойти представиться, блин. Хотя собаку тоже важно помыть. Блин, я не успеваю. Саммер, где ты? Ты сегодня должна быть дома. Хотя бы собаку надо было помыть. А сколько там еще и мыть? Только начали. Ну ты грязнющий-то, а. Так, я чувствую, сейчас будет беда у нас там. Долго аж мыть-то надо. Ну да, только 25% помыли. Да впустите вы ребенка. Мне некогда. Извини, парень или кто ты, я не знаю, кто ты. И что ты вообще ко мне пришел? Тебе никто не приглашал? Или Комаров привел? Может быть. Сейчас, еще чуть-чуть, и собака будет чистая. Осталось совсем немного. Блин, унитаз сзади течет. Ай, какой ужас. Кошмар. Это я не собаку зову, я просто говорю, кошмар. Смотрите, что творится. Пойди поприветствуй хоть кто-то там пришел. Уу, Рина. Пхарно просто. Молодец. Одни лужи теперь у нас. Это я куда переоделся? На работу, что ли? Мне бы выспаться немного. А так кто-то еще приперся. Нет, уже никого нет. Можешь расслабиться. Не дождались. Ребята. Ну, кого ты будешь приветствовать? Мне просто интересно, кого ты будешь приветствовать. Зомби, куда ты пошел? А, вот она стоит. Ребенок какой-то пришел. У нас уже есть один. Нам второго не надо пока что. Это родственник Комарова, наверное, да? Ладно, вернуться домой это что значит? Вернуться домой. Вернуться домой это вернуться домой. Гном тут набросал нам уже полезных вещей. Комаров пьет кофе. А наша задача попробовать починить унитаз. Ад продолжается. Давай. Чинить. Заменить не надо? Мастера тоже не надо. Я в принципе могу. Это все сделать. Кошмар у нас побелел. Посмотрите, какой он стал пушистый. И светлый. Ну, это уже другое дело. Саммер, конечно, надо было остаться дома. Было три дня выходных. И вдруг ее вызывают опять на работу. Не пойти на работу, это значит получить понижение, да? Так, ты не умрешь сейчас? У тебя, по-моему, еще есть запас. Есть запас. Давай, держись. Я думаю, ты сможешь. Что там у нас внизу делается? Там какой-то ребенок ходит, еще один. А, вот они. Они, походу, родственники. Нормально. Зашел ребенок, поел чисто у меня. Ну, а что? Надо же подкармливать соседей. Ну, ладно, мне сейчас некогда. Что-то мой ребенок спит. Нормально. Минута спокойствия. Можно воспользоваться и починить унитаз наконец-то. Все, получилось. Получилось, красавец. Буквай мусор тоже надо убирать. Как ты думаешь? Мыть палубу. Давай, мой палубу. Жуткий дискомфорт. Жутчайший просто. И помогает, смотрите. Кошмар помогает убирать. Все, убрался. Отлично. Комаров, ты опять здесь? Не обращай на меня внимания просто немножко. Немножко бедствуем мы с моей семьей. Молодец. Вот он не мне говорит. Две детали для улучшения обычных приборов. Но этот мусор тоже желательно куда-то выбросить. Давай. Пока есть время, еще энергии немного есть. Мы это сейчас с тобой быстро сделаем. Ну, хоть комаров с собакой ходят. Жуткий дискомфорт. Держись, держись, приятель. Сейчас будет все нормально. Самбор сегодня на до 11 работает, да? Повезло. И как там у нее дела вообще? Я тут бедный разрываюсь на части. Ничего, я справлюсь. А что потом делать, когда мы вдвоем будем на работе? Это интересно. Ребенок, ты кто вообще такой? Макар, это, оказывается, мальчик. Я думал, это девочка. Стоять злодей. Смешно представиться. Макар, здорово. Ты у меня прописаться, что ли, решил? Так у меня мяса нет, сразу говорю. Конечно, счастливый. Поел бесплатно, теперь идет телевизор смотреть. Будем знакомы. Да. Дай мусор выброшу, пока есть возможность еще. Он вонял, по-моему. Нагадили здесь. Чашек оставили, кучу. Ну, иди давай. Макар, я думаю, разберется, Шилов. Куда ты пошел? Так, Макара, иди отдыхай. Когда вырастет Виктор, тогда будете с ним общаться. А сейчас нам некогда. Ну, есть. Потом не забудь вот это. Макар наел. Братья, помыть. Тут еще кофе остался, да? Три часа еще. Самар готовила. Надо будет хлебнуть немножко. Все, готово. Это ты что, пить будешь, да, сейчас? Убрать и помыть, нет? Убрать и помыть. Так, положить багаж. Убрать и помыть. Поставить на место чайный напиток. Хлебни, если сможешь. Убери грязь. И напиток хлебни попробуй. Последствия сейчас узнаем, какие будут. Ну? Подожди, куда ты пошел с ним? А куда ты с ним пошел? Я не знаю, куда ты с ним пошел? Нормально Макар освоился. Офигеть. Заберите Макара кто-нибудь, ребята. Жуткий дискомфорт. Саша, что такое? Что тебе не нравится? Ты же чисто, по идее. Все, давай, это, наверное, помой быстренько. Зря ты сюда пришел, чтобы его хлебнуть, это кофе. Хотя энергии должно было тебе чуть-чуть добавить. Значит, не вижу, что здесь много энергии добавилось. Ладно. Побыл? Давай, воспользуйся гальюном. И можешь вздаревнуть, пока Самар не придет. Вот у нас теперь будет этот, вахтовый метод. Пока еще ребенок спит. Успел? Давай теперь на боковую. Все. Макар из-за старшего. Он следит за гномами, кошмаром, Виктором. Но мне надо отдохнуть, иначе мы меня потеряем совсем скоро. Ух, лучше на работу уже, наверное, идти. С таким графиком. Что там делает? Фу. Только покупали же тебе свинью. Нет же ж. Опять нагадил. И опять в лужу прыгает. Все. Ждем теперь Самар. Хватит с меня. Я же говорю, Макар за главный. Он с собакой теперь. Развлекается. Кто его родитель? Все, он пошел домой. Так, собака вернулась. Осторожно. Я встал. Немножко есть сил у меня. И это потому, что плачет ребенок. Я иду к нему. Я иду к нему. Меняем пеленки на всякие пожарные. Самар дискомфорт. Что ж там с тобой происходит-то, Самар? А это кто тут ходит у нас? По темному парку. Где-то я тебя видел. Зои Петтель. Да, мы с тобой знакомы. Короче, надо забор ставить. Это бродят через наш двор всякие люди непонятные. Кошмар, я не высыпаюсь. Я не могу нормально выспаться. Самар тоже сейчас припрется вся убитая. Хорошо, что у меня есть завтра еще выходной. Но ничего. Так, все нормально. Сейчас кормим. Кормим. Стандартная у нас программа. Ласкаем. И... Баюкаем. Самар, пора домой. Я не справляюсь. Мне надо выспаться. Не говоря уже про то, чтобы телевизор посмотреть просто. Или поесть. Да, в душ сходить не могу. О чем там говорить. А сейчас Самар можно этот. Увольняться с работы. Наконец-то она стала барменом. Офигеть. Это же просто здорово. Она вернулась домой. Она вернулась домой. Просто в ужасающем состоянии. Не выспавшаяся. С тяжелой гигиеной. Очень плохой. Но попробуй все успеть. Если получится, то тогда сразу спать. Мы тогда займемся этим вопросом. У нас завтра выходной. Да, трудности отцовства. Еще те. Еще и Самар вдруг на работу вышла. Видимо, чтобы повышение срочно получить. Так мне тоже надо его будет получать. Это повышение. Все. На меня теперь смотрим. Что мы здесь делаем. Куда это я пошел? Я спать пошел. А сначала надо, конечно, что-то съесть. Наверное. Ну давай сначала что-то съедим. Самар есть не надо. Она пришла сытая. Но она-то у нас с едой имеет дело. Быстро перекусить. Давай быстро. Йогурт. Что хочешь делать? Это что такое? Порция йогурта. Вперед. Я понимаю, ты еле ходишь, но все же. Все же ты должен поесть. Иначе день у тебя никогда не закончится. Кто-то поет? Да, кто-то у кого-то жизнь пошла. Только я теперь стал матерью. Из-за выходных своих. А завтра мне на работу нет? Через два дня. Ух, у меня сейчас сколько времени. Ну завтра еще день есть, конечно. А вот что будем делать? Понедельник. Что у нее по графику? Понедельник. Вот у нас день выпадает. Видите? Кто-то должен остаться дома. У меня правда 9 отгулов. Ну что ты? Как там твой этот... Желудок. Показывай. Ну нормально. Сейчас еще телевизор посмотреть. Ну конечно это можно было делать и то и то. Ладно, иди спать. Фиг с тобой. Саммер. Срочно туда же. Срочно туда же. Хватит уже этих душевых. Завтра еще можешь сходить на работу. Это зачем это тебе надо? Не знаю. А потом будь любезно заниматься ребенком. Душ сломал. Нет. Это кошмар какой-то. Одни убытки. Все, наконец-то мы встретились. Подожди, а ты не подойдешь хоть раз к ребенку, а? Куда ты спать идешь? Я не понял. Давай, любезная. Твоя очередь. Поменять пеленки. Раз. А то ты сейчас сознание, конечно, потеряешь. Но не знаю. Почему ты вышла на работу с трехдневным отпуском? Смотри, как обходит классно. Так. Ну она по профессионали, конечно, это делает. Кормить. Кормить, чтобы ночью не вставать. Кормить из бутылочки. Давай, грудью. Кто не будет узнать, кто у него мать. Кто будет думать, что я мать. Так. Процесс пошел. Цензура. О, наконец-то я сплю. Да неужели? Подожди. Побаюкать. Покормить покормили. А теперь баюкаем. Не думаю, у тебя хватит сил на это. Ну, отлично. Качать. Сейчас сознание потеряет. Спокойно. Еще один рывок и все будет окей. Ну все, давай. Бросай его обратно. Теперь можете спать. Смело. На боковую. Давай. Ох, и денища был, конечно. К этому надо привыкнуть. А вообще надо искать, я не знаю, няню, наверное. Есть там в телефоне няня? Кто будет следить в понедельник? У нас график не сходится. Так, пора собаки врезать пойти. Все в порядке. Праздник, пиратский день прошел на ура. Дмитрий отлично провел время, успел сделать все, что планировал. Шикарно. Все, можно расслабиться. Пока все спят, это бывает редко, но мы все троем спим. Саммер тоже, кстати, прошел. Все в порядке. Прошел день. И завтра, кстати, на работу только в 3 часа, поэтому она все успеет. Что там у нас, ребенок? По-моему, молчит еще. Можем еще спать. Все, пойдем, пойдем, пойдем. И вот у нас приходит лето с коровками. Все, 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 хватит, просыпаемся. Саммер. Смотря у кого рейтинг. Ниже тот и просыпается. Так, понятно. О, я могу вставать. Походу, я буду дежурным в эти дни. Вставай. Ох, теперь весело у нас. А я раньше думал, мне было сложно успевать. А теперь попробуй. Когда что же вырастешь? Ладно, Саммер пусть спит. Не будем ее пока трогать и на работу. Тем более, ее повысили, она принесла неплохие деньги. Впервые, кстати. Ох, теперь драйв. Давайте еще одного заведем, чтобы сразу было весело. Привет. Так, поговорим. Давай поговорим. Значит, ты уже должен быть взрослым. И немедленно взрослым. Пора уже ходить на работу, убирать все по дому. Мыть кошмар в конце-то концов. Ну, давай кормить. Да, потом поешь. В следующем году. Когда ей кошмар будет купаться. Все. Саммер спит еще. Спит. Видит, там весело, главное. Ну, хоть один раз к нему подошло. То совсем бы тогда было нечего делать. Все, друзья. Мы с вами, наверное, здесь остановимся. Начинается драйв. В принципе, мы собрали неплохо денег. Но мне надо срочно выйти на работу, чтобы получить повышение. А ну, давайте посмотрим. Как вообще вызвать няньку? Это же должен быть. Или, 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 или это невозможно. Переместить семью, отправиться. Выходной по семье. Я могу взять, в принципе, выходной. У меня есть отгулы. Нет, уволиться ни в коем случае. Заказать услугу. Сделать селфи, играть. Ну да, есть, есть, есть. Наверное, заказать услугу. Вот это оно есть. Ну, давайте попробуем для прикола. Чтобы я знал, что меня ждет дальше. Доставка пиццы. Прислуга на один раз. Прислуга по расписанию. Служба ремонта. Одноразовая услуга. Периодическая услуга. Няня. 50, 60 долларов. И дополнительно 10 часов. Есть няня все-таки. Понятно? Приютить собаку. Установить даже за тысячу можно, прикиньте. Ха. Хорошие услуги. Ладно, с ребенком я разобрался. Там у нас Саммер сломала душевую. Но я это быстро починю. Это не проблема. Сейчас я не могу закончить. Просто заменить не надо. Давай. Меня устраивает эта душевая. Гном тут разбросал. Семян. Смотрите, сколько. Все. Начинаем чинить. Все. Окей. Достиг третьего уровня в механике. Да я бог просто в этих вопросах. Все. Отлично. Сейчас мы с вами поднимем настроение еще. Включим телевизор. Пока есть возможность смотреть канал. Какая разница какой. Романтический программ. А, это настроиться на лад нужный. Кулинарную передачу будем смотреть. Давай кулинарную передачу. Все. Я починил. А мусор у нас там не остался после починки. Нет. Мусор не остался после починки. Отлично. Переходим в ремонт. Сейчас как быстро продам эти семена. У нас будут еще деньги. И следующую серию мы с вами начнем с улучшения дома. Поскольку у нас есть 4000. И в следующий раз я получу повышение на работе. А это значит, что мы можем купить себе что-то очень крупное. Посмотрим что. Может джакузи, может нет. Сейчас гном на тот денег набросал. Поэтому мы можем легко. Легко заработать больше 1000. Только главное этаж не продать сейчас. Под одним касанием можно уничтожить всю свою игру. А, еще одно. Все, годится. Дофига мы сегодня денег заработали. Под 5000 сейчас должно быть. 4800. Практически отлично. Все, вот на этой прекрасной ноте мы с вами остановимся. Так как у меня сегодня еще выходной. Я за главного остаюсь. Досуг поднимать будем медленно. Потом приготовлю быстро завтрак. Саммер. Саммер, в принципе, до трех свободно. В общем, как-то разберемся. Конечно, графики сумасшедшие. Кто-то должен быть в декретном отпуске, по-моему. Но это повезло, что у меня роды припали перед выходными. Тогда была бы просто беда. Ну, на это все, друзья. Дальше будем выживать уже в нашей большой семье. Все у нас зеленые, кроме кошмара. Он что-то белый, а Саммер синяя. Она там не откинулась хоть? Что-то синяя-то хоть. Есть хочешь? Ну, да. Ну, у нее еще ничего характеристика, я вам скажу. У меня хуже. Ну, понятно, целый день бегал. Сложности отцовства, да? О еде только и думай, видите? На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шадвили Игровые Миры. До новых серий Синьс 4. Пока.